ну черт из-за этой простуды не могу сделать лекарство от простуды в чем могу быть полезен мне нужно такое лекарство для мужа чтобы прервалась скрыть может быть у него есть конкретный диагноз я понял симптомы может быть какие-то есть что конкретно вас не устраивает в поведении вашего мужа жадный агрессивный и он очень быстро устает я понял возбудитель вот понимаете мы с ним заходим в магазин и у него сразу слабость вот тут слабость я понял вот замечательно успокоительная замечательно но не больше одной таблетки в день не больше я на чего так долго и в аптеке начали уже золото продавать давайте три упаковки я понял что ты уже на покупаешь постоянно все кучами будьте здоровы кучами покупаешься куда не зайдет она все время берете покупать простите мне нужно совершенно другое лекарство чтобы он начал говорить а мне кажется это именно этот эффект которого вы добивались понимаете я ему дала все таблетки одновременно а вот он начал и кивать и молчать а до этого он поменял пин-код на карточке понимаете сейчас он только кивает и молчит молчит и кивает а я между прочим присмотрел такие офигенные сапожки знаете что а попробуйте звездочку вы думаете поможет ну если в голову втирать то никакого эффекта видите а если кто-то сразу заговорил проверим спасибо саша вперед вперед дизельшоу повертается с новыми жартами песнями та номерами перший великий концерт у киеве 26 лютого 19.00 палац украина квитки на сайте дизельшоу крапка ком та контрамарка юэй а масло у меня свое домашнее и достает подсолнечные бабы здорово мужики здрасте чем помочь сделайте моей ласточки т.о. с радостью любой каприз за ваши деньги молодец только я прошу вас пожалуйста хорошее т.о. да в чем вопрос у нас качество гарантировано может это вообще последнее т.о. как последнее прости меня прости меня родненькая прости я понимаю тебе сейчас тяжело мне тоже тяжело прости пожалуйста прости резина летняя простите меня фары ксеноновые простите мужик ты чё ее продаешь хуже что жена права получила ой 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 прости а какого года седьмого такая молодая и не пожила совсем пойдем рома и лучше сейчас побыть наедине спасибо пушки я быстро прости я прошу тебя пожалуйста я же сам лично ей крова купил за город на тебе вывозил учил его прости прости пожалуйста тихо тихо успокойся успокойся не рви сердце я прошу тебя все будет хорошо все будет хорошо да да я же концентра здравствуйте слушаю вас хочу в столовке вашей школы свадебку своим детям забацать ну забацать свадебку как вы говорите это для нашей школы обычная практика ну вот и отлично хотелось бы забацать во вторник вы знаете это исключено во вторник мы не сдаем в аренду помещения у нас учебный процесс очень жаль очень жаль вот это аванс остальное после свадебки я думаю во вторник детки покушают дома правда ну вот и прекрасно по рукам по рукам а почему все таки что детки познакомились в этой школе именно во вторник то есть как мы с мамой пятницу семейная традиция нужно поддерживать до встречи до свидания слушаю вас суфья николаевна надежда константиновна я больше не могу этого терпеть при таком шуме дети не могут заниматься а я простите не могу вести уроки проводите уроки музыки в конце концов как учите песни например группу тик это классика современной музыки это надо знать софи николаевна на уроки химии учить музыку тик да у детей скоро нервный тик начнется все хватит объявляю сегодняшнего дня неделю музыки в нашей школе идите я представляю если они потапа включат и настю надежда константиновна и извините у нас тут просто на этом столе первый секс был у нас брачная ночь я спрашиваю что здесь происходит кстати вот вам папа передал ну ладно развлекайтесь ребята я пойду тик послушаю что со мной произошло ты пошел на огород и тебя ударила молния врачи еле достали тебя с это я был в раю там хорошо там нет твоей мамы саша зачем ты так это она она послала меня в грозу собирать жуков на картошке она хотела меня убить века саш ну что ты такое говоришь между прочим мама спасла тебе жизнь что как спасла жизнь ты только не ругайся хорошо мы не могли найти донора для переливания крови а вот по резусу только мамина подошла что вы наделали господи я думаю почему мне так хочется на дачу там же яблоки компот варить компот века останови это ах ты скотина ты неблагодарная все пьешь из меня крови пьешь никак не можешь остановиться но ничего я свое заберу мама что мама говорила я тебе выходи замуж за виталика виталий кто теперь мэр города а а это да 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 века мама права надо было ухо и надо собирать малину виноград подвязать надо что же мы съедим быстрее хватать и ведра лопаты кизяк собирать надо класс класс ай какой кадр какой кадр это красота гениально гениально слышь папарацци а чуть ты мою жену фоткаешь извините не смог удержаться вы только посмотрите какой артистизм какая харизма какая экспрессия у вашей жены это не экспрессия это на цепочку свою ищет уже час еще яночка ищи все-таки мой подарок а что же вы ей не помогаете ее искать а чё искать вот она уже нашли так надо же сказать девушка ты павлик морозов пляжный она там пока развлекается я могу спокойно без напряга наслаждаться прелестями курортной жизни можно спасибо а яночка а ешь течение могло отнести вот там он глянь он там какая красота класс 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 я кажется поняла принцип да девушка тут что-то блеснуло рядом со мной вот здесь вот здесь да вот тут так водичку поднимите поднимите она под ней да 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 говори по-японски меня это так заводит а я не знала что филологи такие страстные я не понял а это японский язык он мало кому понятен я нету не понял хотя это тоже что он делает у меня в кровати поросеночек я пригласила в наш дом специалиста по фэншую арригото арригото а мне по фэншую что он за специалист что он здесь делает я сейчас объясню это японское искусство которое облагораживает интерьер и что у нас все дома не очень хорошо не хорошо да ну и чтобы вы поменяли кровать поменять нужно побольше помягче чтобы не скрипела что-то еще скафа поменять нужно узко неудобно стоять неудобно шкафа надо больше чтобы можно лежать понял сделаем что-то еще рога эти что рога а эти что с ними хорошо просто висят на своем месте рога хорошо хорошо а может это что-то выбраться с подкуна подумаем посмотрим что-то выбраться не надо ничего выбрасывать не надо да вы что думаете я в этом вашем фэншуе нишуя не понимаю все я понимаю вот тут вот мне нужно шкура медведя да вот только где же того медведя возьмешь правильно поэтому шкура козла тоже подойдет да шкура козла хорошо ложись зачем ложись козел я сказал зачем люблю что многие у меня были в тепле это футбол смотрю еще люблю когда футбол смотрю пиво пить вот тут вот мне подставка нужно быстро превратилась подставку для пива с такой подставкой можно даже смотреть динамо жальгерис да по флангу проходите придурок ё-моё поросеночек а может быть ты нас уже отпустишь а то локти затекают зато все по фэншую сегодня так постоите а завтра уже будем делать перестановку ты будешь подставкой а ты шкурой я вам еще раз повторяю что ничего запрещенного у меня нет а что-то мне подсказывает дамочка что вы врете а я привык доверять своему профессиональному чутью а у него чуйка ой какая согласись константинович уж больно подозрительная дамочка попалась да да 2 а то и третий уровень опасности хорошо досматривайте мою сумку сразу видно опытная контрабандистка наверное сумочка ничего не положила придется прибегнуть к личному досмотру да хорошо досматривайте только по законодательству меня должна досматривать женщина и где ваша женщина точно и нет а зачем нам женщина я могу вместо нее потому что я гей да ну да ты что забыл пупсик раз вы гей тогда давайте что круто в смысле можете быть свободны все в порядке что знаю свободны по подождите кто ж так досматривает сейчас я покажу как досматривать надо дождите вот что вы тоже гей я о еще какой матерый этаж я его на это дело подсадил до малыш все спасибо можете быть свободны а мы с тобой пойдем перекурим можете мужики как приятно что к нам начали относиться нормально что значит к вам ну как мужики ну я ж мужиком недавно было мужиком то и значит я смотрите какую красоту сделал да а сейчас осталось один моментик так подрихтовать и все я что же лечу в таиланд хрена себе ну вот как раз таки вот эту детальку надо подрихтовать ну ладно давайте как соберетесь вот как я-то милости просим все пусики целую ты чего его документы не смотрел я на титьке его смотрел на титьке поделать можно документы никогда пойду руки помою я я пожалуй виски продезинфицирую ой слушай а я текилкой наверно а на краях и и и и и и и извините что 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 помогите что случилось и 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 что, женились на тираннозавре? Нет, женился я-то как раз на ангелочке. Ну? А на следующий день после свадьбы она превратилась в какого-то монстра. Егорушка! Егорушка! Ну, зачем же ты сюда пришел? Это тираннозавр, о котором вы говорили? Что? Какой тираннозавр? Вы о чем? Егорушка. Какая милая, добрая девушка. Ну, ладно, если хотите составить... Так, а бумаги нет. Сейчас я бумагу принесу. Не уходите! Да я быстро. Помогите! Что ж ты, муженек, стукачком оказался, да? Сразу в ментуру пришел. Я случайно. А ты ж, кура! Пугливая. Помогите! Ух, я дома что-то с тобой сделаю. О, как собаку порежу. Скотину такую. Вот и бумаженька наша, и страдная. Ну, какая милая, хорошая девушка. Вы такой большой, сильный мужчина. Ну, раз вы настаиваете, протокол надо составить. Так, да елки-палки, ручкой не пишет. Сейчас я ручку принесу. Да подождите. Да я быстро. Не фигу, уходите. Ох, я твоей кровь, мужики, сегодня попью. Не надо. Надо, гадина, надо. Я тебе сегодня борща пересоленного скормлю. А если у тебя не влезет он, тогда ложку скормлю, а потом половник. А если и этого будет мало, то я тебя в ванную запихну и фен туда включенный кину, чтоб ты, гадина, знал, скотина такая о своем поведении. Вот и ручечка. Егоровка, Егорушка, хорошенький мой. Какая прекрасная пара. Я все записал на телефон. Ах, вот оно что. Понимаю. Моя, конечно, тоже после свадьбы поменялась, но чтоб настолько. Ой. В общем, придется вас, девушка, задержать до выяснения обстоятельств. Да, да, да. Не придется. Почему это не придется? Потому это. Минь, я расслушаю меня внимательно. Сюда никто не приходил. Нет. И никто заявление не оставлял. А то сейчас глаз потеряешь. Можно в туалет? Беги. Подождите! Трусливый какой. Ну что, муженек, пойдем домой? Любимая, я был не прав. Можно я останусь здесь? Дома поговорим! Я хочу остаться в тюрьме. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужно срочно лекарство. Этого добра у нас навалом. У вас что-то с глазами, да? Нет, слушай, какими глазами? У меня проблемы с потенцией. Нужно срочно ее как-то понизить, понимаешь? Тю, зачем же ее понижать? Зачем такой талант гробить? А, слушай, нет, нет, нельзя. Понимаешь, я женился. Обещал жене, что не буду изменяться. А я не могу. Я не могу. Я когда вижу женщину, у меня все начинает. Вот так вот бурлить, ты понимаешь? Что я могу сказать, бедненький? Слушай, нет, я не могу, когда ты таким нежным голосом со мной разговариваешь. Можешь говорить со мной грубим? Хорошо. О, слушай, у меня еще больше заводит. Есть у тебя мужчина здесь какой-то, работает, нет? Женя! Точнее, Женя! Что случилось, Викусе? Вау, у него еще более сексуальный голос. Слушай, дайте мне это какого-нибудь успокоительного, быстро. А вот, пожалуйста. Что ты со мной делаешь? Что происходит? Здравствуйте, мои хорошие! Здрасте, Женя. Смотри, наш сексуальный маньяк вернулся. Да, да, да. Что, такой веселый? Помогло наше лекарство, да? Вообще не помогло. Как только вышел из вашей аптеки, сразу же сорвался. Два раза. Так, а... Жене помогло. Как только в чай добавил это лекарство, она так спокойно отреагировала на все мои измены. Очень хорошее, успокоительное. А что же вы к нам пожаловали? Хочу жене купить еще больше успокоительного. И еще хотел бы вас отблагодарить. Вот возьмите просто так. Ну, благодарить нас не надо. Не надо. О, как сказал, как соловей песню спел. Дождусь, когда у тебя рабочий день закончится. Давай, 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 давай. Надо, надо, надо. Стоять! Я говорю, стоять! Все! Ты никуда не уйдешь. А вы неплохо бегаете? Я еще хорошо стреляю. Я учту. Так. Воруем, значит, да? Ну, почему сразу воруем? Ой, битон, аго! Мне сказали, что это самая лучшая модель. Так, а ну молчать! Что тут у нас? Духи, последние модели. Ага. Помада. Блин, мой любимый цвет. Так. Что еще, тушь? Все самое лучшее, я консультировался. Так, а ну молчи! А это что такое? Это что? Два билета на концерт. Вы любите группу, Тик? Так, я не понимаю, почему все новое? Духи даже не распечатаны. Потому что это подарок. Кому? Вам. Вы мне просто очень нравитесь. Давно. А я все, знаете, как-то не решался к вам подойти. Ну, как бы... Напарник, быстро прячься! Прячься! Ай! Вика, где он? Где преступник? Побежала туда, ногу подвернула. Ай, я сам! Ага. Ты еще здесь? Мне просто друг посоветовал. Говорит, купи сумку, пробегись рядом с ней. Ну, типа ты вор. Она сразу за тобой побежит, догонит. И так мы познакомимся. А если тебя не я, а мой напарник поймал бы? Да нет, он сказал, что с такой сумкой тебя только женщина догонит. Ой, я даже не знаю, что с тобой делать. Ну что, отпустить? Мне еще переодеться надо. Концерты сегодня. А, ну беги. Переодевайся. Стоять. А оказание сопротивления работнику полиции, воровство лет на десять ты уже заработал. Как я это... Верет! Верет! Никакой личной жизни. А подарки не о дархе. На троих. Надежда Константиновна, я извиняюсь, что отвлекаю вас от этого важного дела. Может, вы все-таки объясните, зачем вы вызвали нас с урока и уже десять минут молчите? Я просто не могу подобрать синоним к слову «идиот». Идиот. А, тут легко. Дебил. Придура. Имбецил. Даун. Валерий Петрович, все эти слова относятся к вам. Вы что устроили на уроке? Что? Мы, между прочим, идем по школьной программе. У нас сегодня тема «Строение человека». А на картинках показать было нельзя? О, что вы, какие картинки? Мы в 21 веке. Сейчас картинки уже никому не интересны. Детям подавай наглядное пособие. Тем более, они сказали, что они так лучше запомнят. А если бы вам дети сказали спрыгнуть с девятого этажа, вы бы тоже сделали, да? Да. Прыгал. Но со второго. У нас же школа двухэтажная. А одиннадцатый класс, он очень сильный и очень хорошо умеет убеждать. А почему «Строение человека» нужно было показывать именно на учительнице английского языка? Тоже дети так захотели? Ну, такая дай вода. Позвольте объяснить мне. Now, shut up, understand. Ну, другого найти нельзя было? Можно было, конечно. Но дело в том, что на учителе физкультуры можно показывать только открытые и закрытые переломы. Учитель трудов был на каких-то опытах с учителем химии. И тут я вспомнил. У Ольги Николаевны окно. И идеальное от природы тело. А можно было найти кого-нибудь не из учительского коллектива? Можно. Но я позвонил, уточнил информацию. Это же сумасшедшие деньги. Вы представляете? За один час сто долларов. Откуда? Откуда у нас такие деньги? И я вспомнил, что Ольга Николаевна любит конфетки с коньяком. Ну, и я решил... Да. Я, знаете, так люблю эти конфетки, и они меня так раскрепостили. Так раскрепостила, и да. Get out of here. Ладно. Все, мы пойдем. А ты останься. Валерий Петрович, что завтра у десятого анабиологии? Ну, так та же тема строения человека. Угу. Я так понимаю, у нас натура все, да? Придется опять на картинках показывать. Да нет. Почему? Я пойду вместо Ольги Николаевны. А зачем это вам? А зачем, Валерий Петрович, что нужно напрочь отбить у детей тягу к таким пособиям? Потому что если у тебя будет тема, откуда берутся дети, то нас закроют. Все. Завтра с утра я у тебя в десятом А. В костюме Ольги Николаевны. Вот прям и... Вот прям и... На троих... На троих... На троих... Завтра с jogos... Ну это небес Продолжение следует...